Кем я стану, когда вырасту? Моему мнению, во-первых, это объединяет людей, это делает их более целеустремленными. И в Т-2023 мы тебя ждем. Это настоящий вызов как для нашей команды, так и для команды узбекских коллег, но мы надеемся, что у нас все получится. Как научиться быстро читать? Я задаю первый вопрос. Назовите элемент главной подгруппы 2, группа 2-го периода, периодическая система химических элементов, недели его сатом, номер 4, это речи 2, относительно твердый металл, сета серого цвета, имеет весьма упустой, высоко токсичный элемент. Болитуха. Кому идти лечиться? Пациент пришел, его будет спокоить частый гейморит. Ну, то есть у РВИ каждой простуды у него сопровождаются осложнением в виде гейморита, да? А при помощи эндоскопа мы можем увидеть, в чем причина. Всем привет! В эфире Универ Ньюса, в студии Адалина Мдрахманова. 27 января Казанский федеральный университет посетил генеральный консул Республики Казахстан в городе Казань Ерлан Искаков. Генконсул встретился со студентами вуза и ответил на интересующие их вопросы. Также обучающиеся были проинформированы о предстоящих парламентских выборах. На встрече присутствовал проректор по внешним связям Казанского федерального университета Тимирхан Алишев. Отметим, что на сегодняшний день в вузе обучаются более 500 студентов из Казахстана. В оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик» состоялось закрытие профильной смены 2023, где ребята смогли попробовать свои силы в будущей профессии. Подробнее расскажем далее. 26 января в оздоровительно-образовательном комплексе «Байтик» состоялось закрытие профильной смены 2023. Организаторами мероприятия являются Казанский федеральный университет и Казанский открытый университет талантов. Мероприятие направлено на выявление талантов в области фундаментальных наук и педагогической деятельности. Сегодняшнее мероприятие проходит, это заключительное мероприятие, которое завершает профильную смену, которое проходит при поддержке университета талантов и Казанского федерального университета. Программа мероприятия обширна. Здесь школьников 10-11 классов учат проявлять лидерские качества, работать в команде, а также для будущих студентов появляется возможность попробовать себя в профессии, которую они для себя выбрали. Помимо этого для ребят подготовлено множество мастер-классов. Профильная смена 2023 в этом году выбрана в качестве приоритета в два направления. Это направление физики и направление филологии, педагогическое направление. Соответственно и курирующими вузами стали Институт физики и Институт филологии межкультурных коммуникаций КФУ. На протяжении недели ребята занимались с педагогами, с наставниками. У них были мастер-классы, они проходили тренинги, учились выступать на публику и готовили, самое главное, свои заключительные творческие проекты. И сегодня идет защита. Это самый ожидаемый, самый сложный день для ребят. Задачей конкурсантов стало создание команды, в которой ребята разрабатывали свой проект, который они смогут реализовать в будущем. Так, например, команда Future Times создала проект, который направлен на саморазвитие. Наш проект больше направлен на взаимодействие учеников внутри школ. Также в нашем проекте мы рассматриваем такую вещь, как вуз внутри школы, для того, чтобы студенты вузов могли сразу делиться опытом с учениками старших школ. Такие мероприятия очень актуальны для старшеклассников, потому что, во-первых, многие еще не определились со своей профессией и, возможно, они думают о профессии педагогики, но при этом не знают, как вообще состоит профессия педагогики. Всего в профильной смене приняло участие около 80 школьников, которые приехали из разных уголков России. На вопрос, почему важно проводить такого рода мероприятия, школьники отвечают так. По моему мнению, во-первых, это объединяет людей, это делает их более целеустремленными, когда ставятся перед ними задачи, они должны ее выполнить. Конечно же, это развивает в людях также и коллективную работу, потому что работа в команде – это очень важно в наше время. По итогам мероприятия победителям профильной смены 2023 будут добавлены баллы при поступлении в Казанский федеральный университет. Адалина Амдрахманова, Александр Кузнецов, Универ-Ньюс. Стартовала регистрация участников на 9-й международный форум по педагогическому образованию и в Т-2023. Что ждет участников в 2023 году, расскажет Иван Шиншеров. До 9-го международного форума по педагогическому образованию и в Т-2023 остается 4 месяца, а подготовка к масштабному мероприятию уже идет полным ходом. И в Т – это одна из крупнейших в мире специализированных площадок по педагогическому образованию. Организатором мероприятия является Казанский федеральный университет. Из нововведений этого года – это зеркальные конференции, которые мы организуем с нашими зарубежными партнерами. Это Нукувский государственный педагогический институт имени Ажинияза, Карагандинский государственный университет имени Академика Букетова, это Казахстан. И третья страна, которая тоже нам помогает в этом году, с большим удовольствием мы в качестве партнеров с ними взаимодействуем, это как раз-таки Туркменский национальный институт образования. С перечисленными университетами будет выстраиваться сотрудничество. С 29 по 30 мая форум пройдет на площадке Нукувского государственного педагогического института и будет называться ИФТ-2023 «Узбекистан». Также конференции в смешанном формате пройдут и в стенах Казанского федерального университета. Это настоящий вызов как для нашей команды, так и для команды узбекских коллег, но мы надеемся, что у нас все получится. Форум на площадке Нукувского государственного педагогического института пройдет в течение двух дней. Организаторы выделили основные направления работы ИФТ-2023 «Воспитание в современных социокультурных условиях, традиции, новые вызовы, ответственность, методическая подготовка учителя как фактор эффективности педагогического образования». По традиции международный форум проходит ежегодно с 3 июня 2015 года. Иван Шаньширов, Александр Кузнецов, Универньюс. Уникальный курс по скорочтению на татарском языке разработала студентка Казанского федерального университета. Как научиться читать со скоростью 2000 слов в минуту, выяснял наш корреспондент. Скорочтение – техника, которая всегда остается актуальной для студентов. Во время учебного процесса, как правило, приходится много читать. Особенно это касается тех же филологов. Маляка Хайрула – студентка Казанского федерального университета не исключение. Чтобы преодолеть трудности, она занялась изучением скорочтения, а впоследствии придумала свой курс по скорочтению на татарском. Когда я занималась на русском и английском, в принципе, мне это помогало при обучении на татарском. Но все равно процесс происходит медленнее, потому что строение у языков совершенно разное. Обучаясь, в принципе, по упражнениям на татарском языке, на английском и русском, опять-таки, начинаешь читать быстрее. Но все же это, опять-таки, вот эти языковые особенности, которые заменят процесс уже в обратную сторону. То есть лучше, конечно же, обучаться скорочтению на том языке, на котором ты планируешь читать. Почему? Потому что мозг и так учится чему-то просто необыкновенному. Еще в детском возрасте, примерно в третьем-четвертом классе, у любого школьника проверяют технику чтения. С переходом в среднюю школу внимания этому уделять перестают, а зря. Маляка подчеркивает, это самый благоприятный момент для развития навыков скорочтения. Правильная поза, расположение книги и перелистывание страниц. Все это важно при изучении методики. Скорочтение, кстати, позволяет читать быстрее не только тексты, но и ноты. Одна из учениц-студентки заметила это в процессе обучения. Мы эту тему полностью изучили. Это лингвистические, психологические, морфологические, синтаксические стороны языка. То, как они влияют на восприятие текста, слов, отдельных каких-то комбинаций. Сейчас Маляка, используя методику скорочтения, может читать со скоростью 2000 слов в минуту. Этому она учит и других, причем совершенно бесплатно. Этим летом она уже набрала группу ребят, и у них есть успехи. Записаться на занятия можно, написав ей в соцсетях. Каждый из нас хоть раз в жизни задавался вопросом, кто такой отоларинголог и чем он занимается. Подробнее о его сфере деятельности смотрите далее. Каждый из нас хоть раз в жизни задавался вопросом, кто такой отоларинголог и чем он занимается. Подробнее о его сфере деятельности смотрите далее. В просторечии отоларинголога чаще всего называют врач уха-горло-нос или лор. Это специалист, занимающийся диагностикой и лечением заболеваний сразу трех органов, потому что они находятся в тесной физиологической связи. Лор обязательно необходим при возникновении таких симптомов, как затрудненное носовое дыхание, нарушение обоняния, слуха, глотание, боль в горле, ухе, области носа и лба, частые носовые кровотечения, увеличение регионарных лимфоузлов. Когда появилась эндоскопия, это просто был прорыв в ауториноларингологии, потому что это наиболее эффективный метод, наиболее малоинвазивный. Мы в эндоскоп не только смотрим пациентов, то есть, когда они приходят к нам на осмотр, мы еще с эндоскопом можем их оперировать. И сроки восстановления после операции намного сокращаются. В униклинике Казанского федерального университета проводят одно из самых распространенных исследований в области отоларингологии – назальную эндоскопию. Это наиболее важный метод диагностики интерназальных поражений. Для ее проведения не требуется специальная подготовка, занимающая длительное время. Накануне рекомендуется отказаться от использования любых носовых капель или мазей. Также стоит воздержаться от ингаляции, курения и приемов возбуждающих лекарственных препаратов, включая кофейно-содержащие напитки. Процедура не вызывает болезненных ощущений, а ее длительность составляет от 20 до 30 минут. Болотым стандартом в диагностике аденоидов у детей является эндоскопическое исследование носоглотки. То есть, раньше до аденоидов мы врачи рентген делали. На данный момент, когда появилось эндоскопическое оборудование, это прям супер. Эндоскопия является наиболее эффективным методом отслеживания заболеваний мягких тканей, а также способствует наименьшему количеству излучений. С помощью этого исследования можно с точностью определить степень гипертрофии, например, аденоида. Пациент пришел, его будет успокоить частый гайморит. То есть, у РВИ каждой простуды у него сопровождаются осложнениями в виде гайморита. При помощи эндоскопа мы можем увидеть, в чем причина. Допустим, это кривая перегородка, искривленная перегородка носа. И, соответственно, я даю рекомендацию пациенту, чтобы он на данный момент улучшил свое здоровье, выздоровел. И дальше уже рекомендации будут септопластика, то есть это выравнивание носовой перегородки носа. То есть, если мы эту перегородку кривую выровним, то, соответственно, частый гайморит его уже беспокоить не будут. В клинике Казанского федерального университета пациент может пройти все этапы лечения, от его приема до реабилитации. При необходимости хирургического вмешательства обследуемый будет размещен стационар до полного выздоровления. Отделение отоларингологии взаимодействует со всеми структурными подразделениями больницы, что позволяет добиться наиболее. На этом все. В студии была Аделина Абдрахманова. Сюжет из выпуска ты можешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч!